Столько, сколько я денег потерял на различных хайпах, там всяких, короче, движухах, нодах, своих серваках и, короче, всем-всем таком, я бы никому не посоветовал и не пожелал бы. И именно поэтому мое выступление сегодня, оно называется «Прививка от хайпа», и оно как раз идет немножко дальше, чем обычные, если вы загуглите, например, там, как не потерять деньги в NFT. У вас выйдет 10 статей, в которых будет написано все одно и то же. Смотрите на команду, смотрите на roadmap, а какого-то реального содержания там не будет. Блокчейн часто используется как некое оправдание, что здесь все прозрачно, что здесь все открыто, никто никого не сможет обмануть. Это же блокчейн. Ну, камон. Здесь есть у кого есть свои токены и кто делает свои проекты? Или кто хочет какой-то токен себе приобрести? Вот вопрос, с которого я бы хотел начать. А твой токен интегрирован в цикл создания ценности? На левой картинке вы видите пример цикла создания ценности. И там вы видите реальные, real-x, там есть реальный лес. Из реального леса делается реальная древесина, это x2, x3. Из реальной древесины делается реальная мебель, это x5, x10 и так далее. И вот теперь вопрос, что имеет ли токен под собой реальную систему увеличения ценности? И вот если ответ на этот вопрос нет, то рано или поздно это скам. Вот почему. Здесь у нас два существа, которые превращаются в одно. Там один страус догоняет другого страуса, и они превращаются в верблюда. И вот когда токен без функции догоняет проект бесценности, получается некий такой верблюд, который снаружи вроде похож на правду. Он так, ой, говорит. Вот. Но главное не задавать лишних вопросов в чатах разработчиков и организаторов. И не высовывать головы желательно, потому что иногда может оказаться, что на таком верблюде далеко ты не уедешь. 2017 год. Мы делаем платформу. На нашей платформе все-все-все-все-все-все-все за наш токен. Вау. Есть такие, как бы иногда, моменты, что платформу сделали, токен сделали, а ей никто не пользуется. Я лично знаю человека, который запустил, он собрал ICO на 10 миллионов долларов, сделал охренительно крутую платформу по телемедицине, и там нет ни одного пользователя до сих пор. Ну, как бы, короче, рынок просто отдал куда-то 10 миллионов долларов. Люди отдали эти деньги за продукт, которым никто не пользуется. Хотя там все работает, и токены, и платформы, и все дела. Почему там нет реальной ценности в системе? То есть там нет реальных докторов, реальной больницы, реальной системы, которая бы все это поддерживала. То есть это просто фантазия людей, которые хотели сделать IT-продукт и сделали его. 2022 год. Примерно средняя температура по больнице выглядит так. У нас есть чатик в ТГ, мы делаем DAO, и у нас свой токен. Ну, или вторая версия. У нас NFT-проект, и мы делаем свой токен. Кто-нибудь слышал такое что-нибудь? Вот. И тут я такую приписку сделал. Аликвит и хайп от старины Понци. Кстати, 2022 год, 140 лет, Чарльз, привет. Это 140 лет сегодня, с момента рождения Чарльза Понци. Первый человек, который провернул эту схему. Знаете, да, примерно схема Понци? Типа, деньги приносят новички. Деньги приносят новенькие люди. И вот в этом прикол, что когда у нас DAO, у нас токен, у нас NFT, у нас токен, но там нету реально никакой системы, то они не на чем им продвигаться, и там только маркетинг. То есть, и они вкидывают в маркетинг для того, чтобы привлечь больше людей, которые принесут им деньги, которые окупят их расходы и накормят первых вступивших. Но всегда будут последние, которые никогда себе свои вложения не вернут. И мне очень это обидно, больно. Я сам отнес в такую систему... Несколько вот таких машин. Никому только не говорите, мне очень стыдно. Но я тогда совсем не разбирался, меня втянули, и мной воспользовались. Вот, теперь дальше поехали. А как? Вопрос, а как? А как система переносит ценность в токен? Их тут девять. Вот, просто как раз, два, три. Первое, все ее знают, это расчетный инструмент. Токен является инструментом для произведения расчетов. И хороший пример – это биткоин. Если у вас есть такой объем ликвида, который вы можете предоставить и реально сделать это расчетным инструментом, можно об этом говорить. Если нет, пожалуйста, не тешьте себя фантазиями. Можно дальше идти, да? Второе – стейк, рисковый депозит. Здесь «Нью-Йорк такси» у меня логотипчик написан. И в Нью-Йорке есть такая система, что тебе надо купить жетон для того, чтобы работать таксистом. И вот этот жетон, вот эти деньги, которые ты платишь за покупку этого жетона, они становятся рисковым депозитом, который ты потеряешь в случае недобросовестного исполнения работы. А если работа будет выполнена плохо, таксист выкинул на полпути человека, человек подал в суд на компанию, то они этим жетоном компенсируют эти расходы. Примеры из мира крипты. Есть «Фил», есть «ЛПТ». Там стейкинг на тему облачного рендера. То есть, прикиньте, я могу свои мощности предоставить для того, чтобы люди всего мира рендерили на моем железе. Теперь, для того, чтобы взять объем заказов, мне надо застейкать там свои деньги. Чем больше я застейкаю денег, тем больше я возьму объем заказов. То есть, конкретная совершенно механика, которая токен привязывает к реальной экономике. И дальше второй момент. Отсюда уже все остальное легко вырастает. То есть, это становится сразу возможностью генерировать лиды. Потому что я могу сказать, ребята, давайте, у меня есть железо, а у вас есть деньги. Делегируйте мне свои деньги, а я буду с вами делиться тем вознаграждением, которое я получил за работу. То есть, это становится лидгеном, это становится ростом проекта, и это становится реальной экономикой, в которой все работает. Третий пункт – это стейкинг плюс консенсус. То есть, та же самая история, рисковый депозит, который обеспечивает добросовестность всех участников, только работа исполняется не для конкретного потребителя, который заказывает рендер. А консенсус, он методом голосования проделывает работу, двигая проект вперед. И, соответственно, если ты нарушил консенсус, ты потерял свой стейк. Изи-пизи, как говорится, но это еще не все. Дальше четвертое – дивиденды. Тебе не надо работать, ты ничего не потеряешь в свой депозит, потому что ты не можешь накосячить. Ты просто отдал деньги и получаешь дивиденды. Все здесь очень круто. Весь вопрос – только откуда бабки. Вот только в этом вопрос. Не так давно я наткнулся на коллекцию. Они говорят так – вы покупаете нашу NFT-шку, и мы вам, в зависимости от стоимости NFT-шки, просто вам отдаем деньги следующих, кто купит наши другие NFT-шки новые. Вообще. Ну, пирамида. Но знаете, в чем разница? Если Мавроди обещал бешеные проценты, если Хайп обещает бешеные проценты, ребята не обещают бешеные проценты. Они реально распределяют 40% от поступившей будущей прибыли между всеми холдерами. То есть ничего выдумывать вообще не надо. И там получается схема такая, что ты… Ну, я посчитал примерно, что я могу отбить свою NFT-шку за 30 тонн, ну, где-то примерно за год. Как это делают взрослые ребята? Они делят комиссию от своих реальных сервисов. Ну, например, все знают Uniswap. У них комса 0,3%, 0,25% провайдером ликвидности, 0,05% забирает офис Uni. Если посчитать их оборотку, примерно там прикидывали, есть человек, который посчитал. Короче, офис Uni забирает 12 миллионов долларов в сутки себе с 0,05% комиссии. Комьюнити прикинуло, что это нормальные деньги, 12 миллионов долларов в сутки. И они сделали аналогичный сервис, который просто делит суши. И который делит эти 0,05% между комьюнити. Вот, пожалуйста, пример дивидендной механики, где все реально. Ну, и LuxRare, если кто-то знает, это альтернатива OpenSea. OpenSea очень большой берет себе процент, там 6% и все дела. А LuxRare возвращает 2-3% этой комиссии в токенах Rare. То есть получается, что я этот токен могу на бирже купить, могу продать, могу в качестве вот этого дивиденда со своей комиссии своих торгов получить, и тогда у меня там баланс выравнивается. Короче, классная механика. Пятое, обеспечение другим активом. И тут вся движуха в том, что off-chain против on-chain обеспечения. Ну, то есть обеспечение у нас в блокчейне происходит, как, например, токен DAI в MakerDAO, эфиры в 3 раза больше, чем DAI в обороте. То есть один токен обеспечен другим токеном. Но эфиру все доверяют, поэтому вроде все норм. То есть если ты брал DAI и ты в залог, получается, отдавал свои деньги, ты потом можешь вернуть долг с процентами, потому что у них реально там много эфира лежит. Или, например, USDC все знают. У них off-chain обеспечение в юридической США компании с аудитами. То есть это прям реальный бизнес, который обеспечивает токен. Дальше шестой. Скидочные токены. Это похоже на карту с кэшбэком. Дивиденды для активных пользователей в зависимости от объема. Ну, BNB, кто пользуется, тоже, я думаю, все знают. Вот, то есть я торгую. И для того, чтобы мне меньше платить процентов, я могу застейкать BNB. И, короче, мне как карта с кэшбэком будет возвращаться с этого. Мои дивиденды. Дальше. Ну все, чуть-чуть осталось уже последние три. Гавернанс. Гавернанс. Управление продуктом, материальными ресурсами DAO или протокола. То есть токен является инструментом голосования и управления реальным активом. Потому что чем отличаются гавернанс и реальная DAO от DAO чата? Тем, что у реального DAO есть трежери. У этого трежери есть какой-то объем денег. И ценность этого токена, который управляет, он определяется, ценность эта определяется тем, сколько денег в трежери DAO есть. Если в трежери DAO нет денег, у этого токена нет никакой ценности, за что вы там будете голосовать и что вы кому-то... Вот вторая часть это какой у вас шанс есть повлиять на голосование. То есть в трежери DAO может быть огромное количество денег, но основная масса токенов у холдеров. И твой токен, он там, ну как бы ничего не решает и толку от него никакого нет. Ценность тоже его там где-то у Плинтуса. Ну и все. Последнее мета управления, ну это типа из экономических, это токен, управляющий контрактом с другими токенами. Convex, PowerPool, Index. Ну это всякие формы индексов. То есть у нас есть фонд, контракт DAO, который состоит не из одного фонда, а из большого количества фондов. И есть токен, который управляет всеми этими фондами. Ну и девятый, я давайте перечислю то, что здесь написано, а вы скажете, как это называется на местном языке. Девятый. Социальный договор, кайф, мемы, контекст, маркетинг, популярность. Да, это они, назовите мне эти три буквы. Еще раз, социальный договор. Типа мы договорились между собой, что это имеет какую-то ценность. Если мы не договорились, никакой ценности это не имеет. Мемы? Мемы, да, мемы. Но как это инструмент называется в современном криптомире? Мы все этим пользуемся. Да, это NFT. Аплодисменты. Кто сказал NFT? Респект. Да, это они, это NFT. О, да, детка, почему меня так любят крипто-кошельки, говорит вот этот персонаж. Кто знает, как его зовут? Бетти. Кто знает, какой оборот у этого лягушонка в NFT-мире? Какой? Я не знаю, ну какой-то огромный вообще. У кого-нибудь здесь есть обезьянка-байк? Странно, если бы кто-нибудь был. Байк, байк, обезьянка. Стоящая эфирная? Эфирная. У меня скриншот есть. Скриншот. Уже первый шаг к успеху. Ну да, реально, там еще есть история с носками. Нет, нет. Атоновский у кого есть? У меня есть только обезьянка-рээл. Ну и все. Ну, короче, смысл байк в том, что ты попадаешь в клуб байк. Вот и все. А если я нарисую байк, у меня нет никого клуба, у меня нет таких богатых друзей, мне нечего предложить, я не могу тебя познакомить не с Джастином, там, кто там, Эминем он там или с кем-то, да. Вот и все. Поэтому возвращаемся к первому слайду, но уже в новой интерпретации. Не верь, а проверь, это же на блокчейне. Все, у меня все. Если есть вопросы, задавайте. Спасибо. Спасибо, Борис. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому и за выступление. Спасибо. 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 Спасибо.